В детстве мы, как правило, сразу бросались исполнять приказания родителей. А нам говорили, ешь свой шпинат, убери комнату, застели постель. Мы были готовы на всё, лишь бы только нас любили. Мысль о том, что ты достоин признания, приходила в голову лишь в случае выполнения чьего-то приказания. Признание и любовь были понятиями условными и зависели очень от многого. Но всё, что зависело в результате, мы смыслились с мыслью, что мы должны кому-то подчиняться, что мы должны кого-то угождать, иначе мы не имеем права на любовь и признание. Эти полученные в раннем возрасте представления накладывают свой отпечаток на то, что я называю внутренним диалогом, нашей манерой общения с самим собой. И это откладывает отпечаток на всю нашу жизнь. При внутреннем диалоге создаётся определённый ментальный настроен, в котором мы живём и который привлекает нам те или иные ситуации. Если мы унижаем себя, жизнь для нас значит очень мало. Если мы любим и ценим себя, она становится источником радости. Если мы несчастливы, если не нашли себя, в этом легко обвинить родителей или кого-нибудь ещё, сказав, это их вина. Однако, поступая таким образом, мы продолжаем тортаться на месте, оставаясь с нашими проблемами и разочарованиями. Никакие обвинения не принесут нам свободы. Надо всегда помнить, что слова обладают силой, и нужно научиться отвечать за всё, что мы произносим в словах, ибо сказанное нами является продолжением наших мыслей и воплощается в реальные действия. Начните прислушиваться к тому, что вы говорите. Если вы поймаете себя на употреблении слов с негативным смыслом или слов ограничителей, замените их. Услышав историю с отрицательным подтекстом, не пересказывайте её каждому встречному, а просто отпускайте её. Зато, когда вам удаётся услышать что-то хорошее, делитесь этим со всеми. Так делаю я. Находясь среди людей, обратите внимание на то, что они говорят. Посмотрите, насколько связано произносимое мимо им с их жизненным опытом. Многие живут в мире своих быт, зато это слово, которое мы углавливаем очень чутко. Каждый раз, когда я слышу, мне кажется, будто свинит колокольчик. Порой мы люди употребляем, да дюшины бы в одном высказываниях. И потом они удивляются, почему-то жизнь идёт криво в кость. Не хочется контролировать вещи, которые им явно не по суткам. Они постоянно винят в чём-то себя или другим. Потом ещё и спрашивают, о чём их жизнь так скучна. Продолжение в следующем видео.